У нас с вами сегодня лекция, посвященная основным запросам к сексуологу, с которыми приходят наши клиенты, и я вкратце скажу о том, что у нас происходит в принципе в сфере помощи клиентам, страдающими различными сложностями в сексуальной сфере, и потом расскажу про тот спектр обращений, с которыми приходят клиенты. В России на сегодняшний день дела обстоят достаточно грустно, по той причине, что достаточно долгое время на протяжении советского периода и сейчас основной моделью сексологии является медицинская модель. И, собственно, изначально проблемами сексуальной сферы занимались врачи-сексопатологи. Это были даже не сексологи, а сексопатологи, которые занимались такими серьезными нарушениями, которые сейчас в клинике носят название парафилии. Раньше было слово перверсии, которое означает извращение, но так как сейчас есть тенденция ухода от каких-то стигматизирующих названий, то был принят термин парафилии, да, такой около любовь. И если вы откроете МКБ-10, вы увидите там достаточно большой список парафилей, куда в МКБ-10 до сих пор входит БДСМ, хотя это исключено уже в западной практике из нарушений. Куда входит, например, транссексуализм именно в такой формулировке, хотя опять-таки в ДСМ-5 вы не найдете термина транссексуализм, там есть понятие нарушения гендерной идентичности и гендерной дисфории. Туда входят такие феномены, как вуагеризм, фетишизм и так далее. И, собственно, так как врач-сексопатолог, это был врач, который первичное образование получил именно в рамках психиатрии, то есть это врач-психиатр, как правило, со специализацией в сексопатологии, то и взгляд был соответствующий. То есть считалось, что есть нарушения, как правило, нарушения уровня психики, и люди нуждаются в такой психиатрической помощи. Но на самом деле большинство наших клиентов – это все-таки люди, которые испытывают то, что принято называть дисфункциями. Дисфункции сексуальной сферы – это различные сложности, например, с достижением оргазменной разрядки, это снижение влечения, это нарушение переживания наслаждения. Это, если мы говорим про мужчин, это нарушение эрекции и, например, преждевременная эякуляция. И поэтому для большинства клиентов с такого рода нарушениями достаточно сложно обратиться к врачу-сексологу. Более того, врач-сексолог тоже зачастую оказывается в таком очень ограничивающем положении, потому что он может провести, например, визуальный осмотр, который никак не помогает понять причину таких дисфункций, потому что причина большинства дисфункций, которые я перечислила, таких обычных, скажем так, они не связаны с какими-то анатомическими изменениями половых органов. Они связаны с определенными переживаниями, с эмоциональной сферой человека, а врач-сексолог туда не смотрит. Еще одна группа врачей, которая тоже принимает участие в работе с сексуальными проблемами, это врачи, как я их называю, нижнего этажа. То есть это врачи-урологи, врачи-андрологи, врачи-гинекологи. Опять же, это даже не медицинская сексология, это сексология-медицина. И эти врачи тоже в силу своей направленности, в силу своей специфики сконцентрированы на том, что если какие-то нарушения есть, то они связаны с какими-то анатомическими проблемами, или не анатомическими, а, например, гормональными. Вот что часто бывает, когда мужчина обращается к врачу-андрологу по поводу сложности в сексуальной сфере, врач отправляет его сдавать гормоны. И дальше уже он может назначить, например, гормональную терапию. Проблема заключается в том, что, собственно, ни гормональный фон, ни какие-то анатомические особенности не играют главной роли в переживании человеком, своей сексуальности, в его функционировании. Основные проблемы будут связаны именно со сферой психики, и поэтому логичнее было бы, чтобы такие люди, конечно, обращались за помощью к психологам. Но тут они сталкиваются с другой проблемой, потому что многие психологи, очень хорошо разбираясь в психике, не очень хорошо разбираются в анатомии и физиологии половой деятельности, и у них есть какие-то свои представления о том, что, например, является или не является нормальным. И причем эти представления, они, как правило, ориентируются в этих представлениях на самих себя. То есть если вот для меня там нормально такой-то ритм сексуальных контактов, то, ну, значит, это нормально. Если клиент приходит и говорит, что у него там больше или меньше, значит, с ним что-то не так. И в основном мы будем видеть ситуацию, когда клиент оказывается в таком очень расщепленном состоянии, потому что врачи говорят ему одно. Например, врачи говорят про то, что там у вас есть какие-то эндокринные проблемы. А психолог работает с какими-то чисто эмоциональными переживаниями, не беря во внимание какие-то сложности со здоровьем. И человеку крайне сложно это все интегрировать и как-то получить какой-то результат, который бы ему хотелось. И если мы говорим про западную практику, есть такое понятие «консультант по сексуальным отношениям», который как раз-таки занимается вот тем, что называется дисфункцией и тем, что называется дисгармонией. Дисгармонии — это нарушения в сексуальном контакте, которые возникают в паре. То есть, в принципе, по отдельности люди могут достигать вполне себе и наслаждения, и переживать какую-то оргазмную разрядку, и с другими партнерами могут. А вот между ними, именно у этих конкретных партнеров, что-то не клеится. И в этом случае мы говорим о том, что это работа с парой, работа с сексуальной дисгармонией в паре. И если мы с вами, ну, так грубо поделим наших клиентов на мужчин и на женщин, основные запросы, с которыми приходят клиенты, будут следующие. Женщины чаще всего жалуются на либо отсутствие наслаждения полностью, либо на какое-то недостаточное удовольствие. То есть, им, кажется, им хотелось бы, у них есть какие-то фантазии про то, что должно быть по-другому, должно быть не так, как есть у них. Если мы будем говорить про мужчин, мужчины часто в этом плане более физиологичные, они жалуются на нарушение эрекции, на недостаточную длительность полового акта, на какую-то преждевременную эвакуляцию. И вот здесь вот все эти запросы на самом деле можно очень глобально объединить в один запрос «Нормален ли я?». И это основной запрос, с которым так или иначе приходят клиенты, поскольку уровень сексуального образования, к сожалению, в России крайне низок. Люди очень плохо себе представляют анатомию собственную. Многие женщины, например, там, у мужчин с этим попроще, но многие женщины, например, обращаясь к психологу в 30, 35, 40, 45, 50 лет, они не в курсе, как выглядят их половые органы, как они устроены. Более того, у них есть определенные переживания, связанные со стыдом, с отвращением, им не хочется с этим встречаться, да, и это вопросы, там, какого-то воспитания, какой-то травматизации в этом воспитании. Более того, вот это вот незнание о том, как есть у меня, сопровождается еще такой очень большой идеей про то, что, но при этом как-то должно быть, потому что, к сожалению, наша страна оказалась в ситуации, когда изначально тема секса была вообще очень закрыта, и было крайне мало материалов, было практически отсутствовало сексуальное просвещение, секси узнавали какими-то очень окольными путями, ну, вот я родилась в 81-м году, и в этом плане мне повезло с родителями, потому что там в 6 лет, даже, по-моему, лет в 5 мне выдали книжку, было единственное издание на русском языке, такая хорошая анатомия физиологии половой деятельности, написанная для детей французскими специалистами, она была очень ясная, понятная, и там как-то можно было что-то адекватное для себя почерпнуть. А дальше, например, когда я вошла в подростковый возраст, основными источниками, литературными источниками знаний о сексе, была книга Владимира Шахиджаняна «Тысяча один вопрос про это», вот, и газета «Спидинфо», и то и другое было, ну, скажем так, весьма специфически, то есть большинство людей оказалось в ситуации, когда изначально они особо ничего не знали, а потом хлынул какой-то поток низкопробный, мало имеющий отношение к действительности информации, и на сегодняшний день у большинства наших клиентов есть очень большое количество мифов про сексуальную жизнь. Эти мифы связаны с тем, как долго должен протекать плавок, сколько он должен длиться, как часто должен хотеть здоровый человек, вот эта вот связь сексуального желания и здоровья, да, такая тоже очень активно транслируется, что является нормальным, а что ненормальным. И сопоставляя вот эту вот очень противоречивую, разнородную информацию с тем, что происходит внутри, клиент оказывается в ситуации такой полной растерянности, потому что он функционирует одним способом, ему рассказывают, что надо это делать каким-то другим, у него так не получается, он фрустрируется, ему кажется, что все проблемы связаны с тем, что он какой-то не такой, и с этим он приходит. И это вот наиболее частый вопрос, на который я отвечаю в своей практике, то, что со мной происходит, это нормально, и основной ответ здесь — да, потому что на самом деле сексология в этом плане очень сильно отличается от большинства наук, потому что там нет нормы. И, например, понятие условно-физиологического ритма, которое очень активно освещается в нашей, в отечественной сексологии, это понятие, которое было сформулировано доктором наук, господином Васильченко, которое говорит о том, что два-три раза в неделю у мужчины это норма. Если мужчина может меньше, его надо лечить, если он почему-то хочет больше, ну, в таких стабильных отношениях, то есть условно-физиологический ритм — это ритм, на который человек выходит, там, примерно через год совместной жизни с партнером, если у него почему-то есть отклонение от этой цифры, то надо с ним что-то делать, а нравится ему это или не нравится. Поэтому вот этот вот первый момент, с которым мы начинаем работать, когда клиент озвучивает, что с ним происходит, и хочет получить какую-то поддержку, на самом деле, про то, что все то, что с ним происходит, то это нормально, если это не доставляет ему дискомфорт. Вот начинаем мы лично с него. То есть все запросы про то, что со мной что-то не так, потому что я там хочу секс один раз в неделю, а мой партнер четыре, давайте со мной что-нибудь сделаем, они некорректны. Потому что если один партнер хочет секс один раз в неделю, это его норма индивидуальная, это его особенности, и он не автомобиль, не миксер, и не компьютер, где можно что-то подкрутить, заменить какую-то программу, чтобы он вдруг раз и начал хотеть чаще. Причем хотеть, потому что это нужно какому-то другому человеку. Тоже какая-то странная идея, пытаться подстроиться под другого человека. Поэтому мы очень много говорим о том, что вообще необходимо исследовать, как в этом мне, как я со своей сексуацией оно отзывается во мне. И вот это вот самый первый шаг, с которого, в принципе, начинается работа с любым запросом. И вот здесь вот мы еще сталкиваемся с такой очень интересной историей про то, что есть очень глобальный нив, что наша сексуальная активность, она должна быть направлена на другого человека. Если вы наберете в интернете какие-нибудь секс-тренинги, то вы увидите, что в основном эти секс-тренинги посвящены тому, как сделать хорошо другому. Особенно если это секс-тренинги, которые направлены на женщин. Да, там люди занимаются какими-то очень странными действиями, с какими-то подручными предметами. И на самом деле это тот миф, с которым мы тоже начинаем работать. Потому что сексуальность, она в первую очередь про самого клиента, а не про другого человека. И прежде чем очень активно направляться на то, что что-то сделать для другого, нужно вообще очень хорошо прояснить, понять и прочувствовать, а как мне так хорошо. Потому что большинство клиентов об этом совершенно не знают. А какая-то направленность на осознавание этого находится под очень большим запретом. То есть изучай себя, исследовать себя нельзя. Тоже это чаще относится к женщинам, потому что когда в достаточно большом количестве своих клиенток я задаю вопросы, связанные с самоудовлетворением, занимаются ли они мастурбацией, вообще как-то там, даже до мастурбации, знают ли они, как они устроены, там возникает очень много чувств, связанных с тем, что это стыдно, плохо, и как будто бы у нас есть какие-то части тела, которые почему-то хуже, чем все остальные. Руку рассмотреть это нормально, а половые органы рассматривать это как-то ненормально и очень плохо. И это второй пласт запретов, второй пласт запросов, с которым мы работаем, потому что, как правило, вот за такими сложностями сексуального контакта стоят какие-то переживания, связанные с детством, с подростковым возрастом, с родительским воспитанием, с первым сексуальным контактом, где было много травматизации. К сожалению, очень большое количество женщин, которые испытывают сложности в сексуальной сфере, испытывают их потому, что они были сексуально травмированы. Я не вела статистики, но по моим каким-то таким прикидкам из практики где-то примерно 85-90% женщин, которые ко мне обращаются, имеют в анамнезе опыт сексуального насилия. И в этом случае работа с сексуальным функционированием, с тем, как тебе сейчас в сексе, она отходит на второй план, потому что для нас первичным мишенью становится проработка вот этой вот сексуальной травмы, тех законсервированных чувств, которые там остались, тех телесных паттернов, которые сохранились. Ну, например, такое явление, как вагинизм, очень жесткий, сильный телесный зажим, который охватывает тазовый сегмент, мышцы бедер, промежности, тазового дна. И он, как правило, связан с травматизацией либо сексуального характера, либо, что тоже часто встречается у наших клиенток с травматизацией, полученной в процессе гинекологического осмотра. Потому что, к сожалению, в сфере гинекологии у нас пока еще не везде, я не хочу говорить за всех врачей, но достаточно часто у нас клиентки сталкиваются с каким-то пренебрежительным отношением, не очень бережным, травмирующим, и это может послужить, например, развитию того же самого вагинизма. Если мы говорим про мужчин, то здесь, опять-таки, наиболее частые запросы, которые предъявляют мужчины, они связаны с тем, что у мужчины есть идея о том, что он функционал не так, как надо. Для мужчин сексуальность вообще имеет такой очень частый инструментальный характер. У них есть идея о том, что они должны иметь какой-то определенный размер половых органов. И если он не дотягивает, то возникают достаточно большие сложности, такие внутренние переживания. Они должны какое-то количество времени сохранять стопроцентную эрекцию. Они должны всегда хотеть. То есть там тоже есть очень много долженствований по отношению к самому себе. И клиент приходит с запросом, например, на то, что есть нарушение эрекции, а выясняется, что эти нарушения эрекции происходят, когда он работает 30 дней без выходных, спит по 4 часа, и потом он почему-то не хочет секса. Но идея про то, что он должен хотеть, она такая вот очень глобальная. И в этом плане мы тоже очень много работаем с мифологией, вот такой вот про сексуальность. Еще один пласт работы, еще один запрос, который тоже часто всплывает, на самом деле связан с уровнем стресса и копинг-стратегии. Дело в том, что многие люди воспринимают свою собственную сексуальность как что-то довольно отдельное. То есть вот у меня есть какая-то жизнь, у меня есть какая-то деятельность и отдельно есть сексуальность. Да, помещение плохо освещено, к сожалению, в силу определенных ограничений у нас сегодня не получилось больше света, поэтому мне жаль, что вам не очень хорошо видно, но вот это вся освещенность, на которую сегодня можно рассчитывать. Но при этом на самом деле наше сексуальное желание, наши сексуальные фантазии, они не являются чем-то отдельным, чем-то отщепленным. И вообще наша сексуальность, она пронизывает всю нашу жизнь. И поэтому взять и вычленить ее отдельно и попробовать с ней что-то сделать, не меняя во всей остальной жизни, практически никогда не получается. Поэтому обычно, когда мы начинаем разбирать истории про то, что клиент приходит и говорит о том, что вот у меня все плохо, желания нет, я не хочу, секс перестал приносить удовольствие, и мы начинаем расспрашивать клиента про то, что происходит в его жизни, и выясняется, что у него в жизни по всем остальным фронтам тоже происходит какой-то абсолютный кошмар. Он находится в отношениях с партнером, и отношения эти не устраивают. Он работает на работе, которая ему не нравится. При этом он там практически помирает каждый раз, потому что работает без выходных. Он тянет какие-нибудь кредиты, у него плохие отношения с родителями, у него нет никаких хобби. И вишенкой на торте является история про то, что давайте что-то сделаем с моей сексуальной сферой. И в этом случае я печально говорю о том, что, к сожалению, так не получится. Нельзя просто механически взять и что-то подкрутить, чтобы уровень стресса у вас оставался тот же самый, а желание вдруг каким-то образом повысилось в четыре раза по той простой причине, что, например, наше сексуальное желание как раз-таки не входит в структуру физиологических потребностей. Это тоже такая очень большая история про то, что многие привыкли воспринимать секс, сексуальность, сексуальное желание как физиологическую потребность. Вот я хочу есть, я хочу пить, я хочу спать, еще я хочу заниматься сексом. Ну, на самом деле нет. Наше желание секса, оно входит... Почему оно не входит в структуру физиологических потребностей, потому что без удовлетворения физиологических потребностей человек умирает. Если он перестанет есть, пить и спать, он умрет. Даже если он что-то одно из этого перестанет. Если он перестанет заниматься сексом, он не умрет. Никто не умирает от этого. Более того, есть люди, которые вообще не испытывают сексуального желания, и мы говорим о том, что они относятся к категории асексуальных людей, и они абсолютно нормальны. Это тоже вариант, который может быть. И не надо лечить человека, которому хорошо с тем, что он не хочет секса. Поэтому, когда мы разбираем вот эти вот запросы, и обнаруживаем там то, что клиенты на самом деле плохо везде, мы говорим ему о том, что, слушайте, наша с вами работа с сексуальной сферой здесь невозможна. Просто потому что прежде чем вы не снизите уровень стресса в своей жизни, не научитесь с ним справляться, не выстроите какие-то удовлетворяющие вас отношения, не решите какие-то другие проблемы, не вылечите депрессию, в конце концов. Очень часто люди приходят в состояние депрессии, и у них есть к себе претензия про то, что они почему-то в депрессии не хотят заниматься сексом. Вот, ничего изменить не получится. А вот если начать совсем с этим работать, то постепенно можно будет обнаруживать в себе сексуальное желание. И это тоже такая вот очень большая часть работы. И еще один достаточно часто встречающийся пласт запросов у меня в практике, это люди, которые, особенно подростки, которые обнаруживают, что они имеют либо гомосексуальную ориентацию, либо они обнаруживают, что они являются трансгендерными. Это самая табуированная тема. Но гомосексуальность уже более-менее, да и то, хотя там очень редко можно найти подростка, который, обнаружив свое гомосексуальное влечение, может спокойно сказать об этом родителям. При этом очень большая проблема заключается в том, что мы вырастаем с внутренней гомофобией. К сожалению, в нашем обществе до сих пор, особенно если мы выйдем за пределы Москвы, в нашем обществе до сих пор не очень принято принимать людей с гомосексуальной ориентацией как-то таких же, как и всех остальных. Считается, что вот есть норма, опять-таки, есть не норма. Гетеросексуальная ориентация норма, все остальное это не норм. И поэтому очень многие из нас бессознательно усваивают, интервестируют вот эту вот внутреннюю гомофобию. Она может даже не очень отслеживаться, но она есть. И когда подросток обнаруживает в себе гомосексуальный импульс, он попадает в ситуацию очень серьезного внутриличностного конфликта, потому что в нем есть две разнонаправленные тенденции. С одной стороны есть гомофобия, с другой стороны есть гомосексуальное влечение. С этим очень непросто находиться. И поэтому многие подростки, которые обращаются именно с такими запросами, они как раз-таки мы работаем вот с этой историей в первую очередь вот именно с этим внутриличностным конфликтом и его последствиями. Что касается людей, которые обнаруживают, что они трансгендерны, это еще более сложная и тяжелая работа по той причине, что, как я уже сказала, если гомосексуальная ориентация у нас уже как-то где-то принимается, и действительно можно встретить родителей, которые могут, если подросток с ними поделится, они могут совершенно спокойно принять эту историю и не пытаться его от этого вылечить в психиатрической больнице. То, что касается людей с трансгендерностью, это совершенно такая очень болезненная тема. Она болезненна и для самого подростка, и она болезненна для всей семьи в целом. До сих пор опять-таки у нас очень часто можно встретить очень трансфобных специалистов, если, например, такой человек начинает обращаться за какой-то помощью медицинской, не связанной с его трансгендерностью, просто за какими-то обследованиями, они еще дополнительно травмируются в своем контакте с врачами. И поэтому работа с трансгендерными людьми, которые тоже на самом деле в практике психолога, занимающегося сексуальными вопросами, встречаются, это работа с такой постоянной травматизацией. то есть это работа с тем, что у нас клиент не разово когда-то получил травму, а он ее все время получает, просто предъявляя себя в обществе, просто пытаясь быть таким, какой он есть, он постоянно травмируется. И здесь тоже есть очень много вопросов о том, как все это будет дальше развиваться, поскольку, к сожалению, у нас я не вижу, чтобы мы как-то как общество двигались действительно однонаправленно в сторону большей толерантности, вот, поэтому здесь вот эти вот вопросы, они я думаю, что будут еще очень долго достаточно сложными. Ну и в завершении лекционной части я могу просто поделиться таким примером, что не всегда даже, например, трансгендерные люди понимают, что они трансгендерные. Я помню, как ко мне пришел клиент с запросом на то, что вот он обнаружил, что он гомосексуален, ему было в районе 30 уже, и он все никак не мог сформулировать, чего же он хочет от меня, и почему он ко мне обратился, он говорил о том, что у него там были какие-то гомосексуальные контакты, но ему все время казалось, что-то не так. И в процессе того, как мы с ним разговаривали, он сказал такую фразу о том, что, знаете, меня никогда не привлекали именно геи, да, то есть вроде как я гомосексуален, да, если я мужчина, который гомосексуален, но меня должны привлекать геи, но я пробовал там быть в гей-тусовках, как-то налаживать с ними контакты. Нет, меня привлекают именно гетеросексуальные мужчин. И тогда я его спросила, может быть, есть какое-то ощущение просто, что вы больше чувствуете себя женщиной? Он на меня посмотрел, сказал, что точно, я никогда не мог этого сформулировать, вот вы сейчас сказали, сейчас я понимаю, я говорю, ну, значит, вы обладаете трансгендерностью, да, значит, у вас есть какие-то вот такие вот особенности, на что он посмотрел на меня еще раз и спросил, а что это? То есть самого термина трансгендерность, транссексуальность человек не слышал. И я вкратце ему рассказала, он ушел домой заниматься самообразованием, и потом он пришел еще на одну консультацию и очень долго говорил о том, что для него это стало открытием, и он понял наконец-таки, что с ним происходит, и все стало на свои места. То есть, по сути, человек просто не понимал, как это, не понимал, как это назвать в силу того, что действительно не так много информации и не так просто с этим быть. И поэтому вот этот вот пласт запросов работы с тем, что называется ЛГБТ-Киа-плюс, да, вот это большая аббревиатура, которая расшифровывается как лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, квир, интерсексуалы, асексуалы, пансексуалы и все остальное, да, вот этот вот весь большой плюс, он во многом связан с тем, что мы зачастую рассказываем клиентам про то, как бывает, и в этом плане, конечно, специалисту, который работает, нужно быть в теме, да, нужно понимать, чем, например, трансэстетизм будет отличаться от транссексуальности, почему нельзя говорить операции по смене пола, нужно говорить трансгендерный переход, потому что операция по смене пола это сменная линолеума на паркет, вот, тем, как говорить, чтобы не задеть клиента, потому что, как я уже сказала, люди очень часто травмируются постоянно, да, и психотерапия здесь уж точно должна быть максимально безопасным пространством, и даже если там нам, ну, тем людям, которые являются цисгендерными и гетеросексуальными, кажется, что все нормально, для самого клиента это может быть очень болезненно, и это требует очень большой тактичности и аккуратности от специалиста для того, чтобы помогать клиентам, которые обращаются с такими запросами. И я хотела бы услышать какие-то ваши вопросы, которые по поводу того, о чем мы сегодня говорили. Может быть, что-то еще вам важно прояснить, услышать, или есть какие-то отклики. Вы можете писать все в чат. А с этими с какими? Когда мы работаем с трансгендерными людьми, я говорю, первое, с чем мы работаем, это история про проработку травм. Это, по сути, они находятся в состоянии, большинство из них находится в состоянии хронического ПТСР. Вот. И, ну, это вот работа с, во-первых, с проживанием всех этих историй, во-вторых, с выстраиванием более таких устойчивых границ, чтобы человек мог выдерживать, потому что, к сожалению, по окончании терапии травматизация не закончится. И, как говорит один мой знакомый человек с трансгендерностью, ты каждый день совершаешь камин-аут. Ты вынужден каждый день это предъявлять, и каждый день ты будешь с этим сталкиваться. Вот. Вторая, очень частая мишень, не у всех трансгендерных людей, но у некоторых она есть, это переживание телесной дисфории, когда человек еще, еще не совершил трансгендерный переход или не планирует его совершать. Там возникает очень много сильных чувств по поводу образа тела, стыда, отвращения, ненависти, самоповреждения, и мы работаем с образом тела. Вот. Очень часто здесь. Проблемы вагинизма, стратегии терапевтической работы там на самом деле довольно просты. Вот я могу сказать, что вагинизм это история, которая лечится очень хорошо в психотерапии, и это радует. Это работа с травмой, если она есть, травматическое ядро, действительно было какое-то или сексуальное насилие, или медицинское насилие. Бывает, что как таковой травмы нет, но там есть фабическое ядро. Был очень большой страх, внушенный перед, например, половым актом. Девочки рассказывали про то, что это ужас, ужас, боль и кровь. она в первый раз испугалась, ей действительно было больно, потому что спазм усиливает болевые ощущения, и это закрепилось. Вот, и мы работаем с, мы прорабатываем вот это ядро в прошлом, если оно есть, а дальше есть прямо телесные упражнения, если вы посмотрите работу в телесно-ориентированной терапии с тазовым блоком, там идет где-то обычно 3-4 месяца это занимает, проработка вот этих тазовых спазмов, плюс клиенту даются всякие домашние задания на расслабление, и когда он научается расслабляться, то постепенно просто уходят спазмы. Ну, сексуальность у нас относится к структуре мотивационно-коммуникативных потребностей, это история про познание нового, про коммуникацию с другим, про изучение себя, то есть это гораздо больше, чем просто физиология. Есть еще какие-то вопросы у вас? Как помыть клиенту преодолеть стеснительность? Ну, смотрите, конечно, клиенты смущаются, когда нужно рассказывать о каких-то аспектах интимной жизни, и здесь можно поисследовать это смущение, от чего оно возникает, почему, говоря о каком-то своем переживании, я испытываю, и что я испытываю? Это стыд, смущение, страх, что это за чувства, то есть здесь можно просто помогать человеку параллельно исследовать те чувства, которые возникают, и может быть как раз-таки выходить таким образом на какие-то проблемные зоны, потому что с детства говорили о том, что там это какая-то неприличная сфера, кто говорил, что вы помните об этом, что происходило, когда вы начали обнаруживать свою сексуальность. Вот, поэтому здесь такая поддержка, принятие, да, и обсуждение того, что происходит в этом процессе. Сексуальное воспитание детей, да, это вообще тема, мне кажется, трехдневного семинара, я даже не хочу сейчас этого касаться. Нет, Наталья, сексуальность, конечно, зависит и от физиологии, но просто мы разделяем сексуальное желание, сексуальное влечение, сексуальное как феномены. Вот, то есть мы можем видеть увеличение уровня сексуального влечения, например, на пике овуляции, но это вовсе не единственный фактор, и опять-таки, например, когда мы говорим о том, что женщина входит в период менопаузы, у нее овуляции прекращаются, а сексуальное желание у нее может вполне себе не прекращаться, а даже усиливаться у некоторых женщин. Поэтому, конечно, есть физиологические факторы, которые влияют на сексуальное желание, или, например, уровень гормонов, сочетание эстрогена и тестостерона у женщин влияет на лубрикацию, на увлажнение, поэтому где-то будет достаточная естественность в своей смазке, будет более комфортно, и будут более яркие ощущения, где-то будет меньше, ну, то есть влияет, но само по себе вот сама сексуальность как феномен, это гораздо больше, чем просто физиология. Нет, друзья мои, гомосексуализм, почему мы говорим гомосексуальность, не лечится, потому что не является нарушением, да, то есть если у человека гомосексуальная ориентация, и он приходит с запросом про то, что со мной надо что-то сделать, мы будем работать с принятием, мы будем говорить о том, что это вариант нормы, это не является нарушением, поэтому лечить это, ну, а лечится ли гетеросексуальная ориентация, да, вот если клиент приходит и говорит, слушайте, я гетера, да, давайте со мной что-то сделаем, вот это ровно та же история. Когда мы работаем с парами, с разными сексуальными потребностями, мы все-таки будем работать с налаживанием вот этого диалога между ними, потому что невозможно кого-то в паре подтянуть, да, или опустить на уровень какой-то, поэтому здесь очень часто, например, на самом деле есть какие-то потребности в паре, которые не озвучиваются, и мы будем работать с тем, чтобы люди научились говорить о том, что с ними происходит, научились просить, научились принимать отказ, потому что когда ты просишь, ты можешь получить, сможешь не получить, да, и научились, например, опять же, в отдельных случаях, например, мы предлагаем какие-то варианты с тем же там самоудовлетворением, да, или опять-таки, если ему хочется секса раз в месяц, а ей 4-5 раз в неделю, понимаете, секс — это не только проникновение, да, и вполне возможно, что ей, там, хочется, чтобы партнер ее полоскал, а партнер не хочет заниматься проникающим сексом, ну, и какие проблемы, да, у него руки же есть, вот, то есть, это история про то, что есть очень много ограничений, которые клиенты даже сами в себе не замечают и не проговаривают их, поэтому мы учим их налаживать диалог. Ну, почитать можно, почитать обычно, с чего мы начинаем, это Мастерса Джонсон, книга, которая называется «Основы сексуальности человека». Вот, для клиентов я часто предлагаю, для женщин-клиентов почитать им, например, Эмили Нагоски, чего хочет женщина, или Науми Вульф, вагина, там есть очень много информации, которая направлена на развенчивание таких вот мифов. Чего точно не стоит читать, так это советских учебников по сексопатологии. Вот, ну вот, собственно, уже сказала, да, что самообразование клиенту почитать. И, да, вот вместе стартует курс повышения квалификации по сексологии 13-14 апреля и, собственно, там как раз мы будем говорить о развитии сексуальности. Вот, там был вопрос про то, что влияет на формирование сексуальной ориентации. Я могу вам сказать, что сексологи до сих пор толком не знают, потому что для того, чтобы ответить на вопрос, что влияет на развитие гомосексуальной ориентации, нам нужно ответить, что является, что влияет на развитие гетеросексуальной. Если вы для себя можете ответить на вопрос, как получилось так, что вы стали гетеросексуальным человеком, как только будет обнаружен этот механизм, сразу мы поймем, как и гомосексуальная ориентация формируется, и бисексуальная тоже. Поэтому это вопрос очень открытый, и как раз мы его будем подробно обсуждать. Автор Нагоски, Эмили Нагоски, Наоми Вульф. Это вот такие вот книги, которые я рекомендую клиенткам. Надеюсь увидеть кого-то из вас на модуле. Хорошего вам дня. И побольше клиентов, которые будут очень быстро с вашей помощью справляться со своими сложностями.